Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев Вести Карачаев В Тибердинском национальном парке Осталось межведомственное совещание По вопросам подготовки и проведения Зимнего туристического сезона На территории курортов Дамбай и Тиберда Особое внимание уделили тому, что Услуги, оказываемые отдыхающим Должны в полной мере отвечать Требованиям безопасности Подробности у министра туризма И курорта в республике Рассула Тикеева Особое внимание мы обратили На оказание туристических услуг То есть это в том числе Предоставление услуг на горнолыжных склонах То есть кто имеет право Предоставлять эти услуги Мы обсудили вопросы о привлечении К ответственности лиц, которые Оказывают эти услуги Несоответствующим образом Дальше обеспечение Инфраструктурой Обслуживание автодороги федеральной Которая ведет к курорту самому Уборка снега, мусора И так далее То есть самый актуальный вопрос, который у нас сегодняшний стоят Вице-премьер республики Муса Икзеков Проверил степень готовности Пошивочного цеха в Красном Востоке В нем будет производиться одежда Для военнослужащих По заказу Минобороны России Благодаря открытию швейного цеха В ауле будет создано более 200 рабочих мест Задача была принять объект По готовности Понимать, что все сделано По требованию партнера Вентекстиль Прома С которым посчастливилось познакомиться Мы очень долго искали партнера С кем можно организовать рабочие места В Красном Востоке И конкретно под техническое задание Под технологические параметры Требуемые для производства Различного вида продукции До конца первого квартала 2023 года В 68 регионов страны Дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов Которые будут работать В небольших населенных пунктах В Крачаево-Чехесе В частности поступят два из них В федеральном бюджете На поставку медицинских мобильных комплексов Заложено более 2 миллиардов рублей Это позволит приобрести 235 комплексов Для оказания первичной медицинской помощи 30 комплексов для проведения Профилактических осмотров И 34 для проведения флюорографии И маммографии С сентября следующего года В поездах страны начнут действовать Новые правила Пассажиры, купившие билеты на верхние полки Получат законное право Садиться на нижние полки, чтобы поесть Для этого им отводится время На завтрак полчаса С 7 до 10 Обед 1 час С 12 до 15 часов И ужин 30 минут С 19 до 21 часа Изменения приняты в связи С многочисленными жалобами граждан Компьютерная академия ТОП При поддержке Министерства цифрового развития И Министерства образования и науки Провела конференцию для подростков Которые хотят в будущем Работать в сфере IT Заинтересована ли молодежь этой профессии Расскажет заместитель министра цифрового развития Андрей Грибкин Форум – это попытка собрать всех участников IT-сообщества нашей республики, нашего региона И попытаться выстроить некую траекторию развития Развития не в части внедрения тех или иных технологий А развития в части повышения компетенции Или же подготовка молодых специалистов Следственными органами республики Завершено расследование уголовного дела В отношении генерального директора Коммунального предприятия Занимающегося организацией водоснабжения И водоотведения Который обвиняется в злоупотреблении И полномочиями И неправомерном обороте средств платежей Установлено, что фигурант использует Свои полномочия с целью извлечения выгоды В период с мая 2018 по апрель 2020 года Завысил расходы на капитальный ремонт Объектов централизованной системы водоотведения Более чем на 36 миллионов рублей Как следствие, необоснованное увеличение Стоимости ремонтных работ Стало причиной роста тарифа на водоотведение И очистку сточных вод на 22% И в конечном счете Нанесло имущественный вред потребителям услуг На сумму более 7 миллионов рублей В настоящее время Собрана достаточная доказательственная база В связи с чем уголовное дело С утвержденным обвинительным заключением Направлено в Черкесский городской суд Для рассмотрения по существу Региональное общество Царьград В рамках проекта «Исторические названия улиц и городов» Планирует установить адресные таблички С историческими названиями улиц республиканской столицы В целях просвещения горожан Рассказывает руководитель регионального общества Царьград Денис Струговцов Благодаря деятельности регионального общества Царьград Жители и гости города Черкесска Могут узнать прежние названия улиц В бытной станице Баталпашинской Улица Ленина именовалась Покровской Улица Ставропольская называлась Технической Улица Октябрьская Историческое название Плановая Площадь Кирова Историческое название Площадь Базарная Улица Красноармейская Историческое название Коммерческая Региональное общество Царьград Продолжает реализацию проекта Исторические названия улиц и городов В пяти фирменных магазинах В склад заморозки номер один города Черкесска Открыты адресные таблички с указанием действующего И исторического названия улиц Также Царьград разместил адресные таблички С историческими названиями улиц На зданиях Дома профсоюзов И на здании Святосервисской гимназии города Черкесска В республике стартовал 12-й межрегиональный профессиональный конкурс Учителей родных языков и литератур Субъектов Северокавказского федерального округа И Адыгеем разные, но равные Площадкой для его проведения Стал Карачао-Чикесский государственный университет Имени Умара Алиева Мероприятие проводится ежегодно С целью укрепления и развития добрососедских отношений Среди народов Северокавказского федерального округа Формирование межрегиональной модели Системы преподавания родных языков и литератур Посредством обобщения и распространения Инновационного опыта лучших педагогов Северокавказских республик И повышение профессионального мастерства И социального статуса Учителей родных языков и литератур В республике стартовал конкурс Инновационных проектов «Умник-2022» Победитель которого получит 500 тысяч рублей На проведение научно-исследовательских работ Оригинальный центр «Мой бизнес» И фонд содействия инновациям Приглажают к участию жителей региона В возрасте от 18 до 30 лет Занимающихся инновационной деятельностью И ранее не побеждавших в программе Проекты можно представить по следующим направлениям Цифровые технологии Медицинной технологии здоровья и сбережения Новые материалы и химические технологии А также новые приборы и интеллектуальные Производственные технологии Биотехнологии И ресурсосберегающая энергетика Программа направлена на поддержку Коммерчески ориентированных Научно-технических проектов молодых исследователей В столице Карачаево-Чехеси в течение трех дней Проходил обучающий интенсив для студентов вузов и СУЗов В рамках которого молодым людям рассказали О тонкостях реализации проектов Направленных на развитие индивидуального предпринимательства И самозанятости населения Информацию комментирует руководитель бизнес-интенсива Молодежный предприниматель Белла Брантова Я тесно сотрудничаю с Центром поддержки предпринимательства С Центром мой бизнес Карачаевой Черкесской Республики И Торгово-промышленная палата Карачаевой Черкесской Республики И данная идея у меня как раз таки заложилась В тот момент, когда я с ними очень тесно работала Целевая аудитория моего проекта Это студенты высших учебных заведений И среднепрофессиональных учебных заведений Карачаевой Черкесской Республики Мы планируем проводить в очном формате Бизнес-курсы У нас будет 4 направления обучения Это изучение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства Ораторское искусство в бизнесе Маркетинг И будет у нас социальное предпринимательство В очном формате планируется обучение у нас 30 студентов Но рассчитываем на большее количество человек В принципе готовы принять порядка 40 студентов Более 200 человек написали экологический диктант На офлайн-площадках Республиканского центра В этом году ими стали 2-я и 12-я школы Центра образования номер 11 и 15-й лицей Черкеска Проверить свои знания по экологии Все желающие могут и на официальном сайте Экодиктант.рус Онлайн-версия доступна до 27 ноября В течение 45 минут участникам просветительской акции Необходимо ответить на 25 вопросов Касающихся природы, климата, экологической безопасности и так далее По данным организаторов В прошлом году экологический диктант Написали 3 миллиона 400 тысяч человек Из 105 стран Карачая Черкесия в прошлом году Вошла в топ-10 регионов России По количеству обладателей диплома В первой степени До конца ноября все желающие смогут Посетить выставку творческих работ Мир искусства детям В корзиногалерее Черкеска Фестиваль проводится в нашем регионе С 2017 года В этом году 32 работы представили Учащиеся детских художественных школ С ограниченными возможностями здоровья Информацию комментирует методист Учебно-методического центра По художественному образованию Республиканской столицы Просковья Маркова В нашей выставке принимают участие Учащиеся художественных школ И художественных отделений детских школ искусства Дети, которые имеют ограничения по здоровью Но они обучаются у нас Несмотря на все сложности Несмотря на то, что многим приходится Ходить 4 раза в неделю Они прекрасно вправляются Со всеми программными заданиями И активно работают творчески Выставка у нас проходит по целевой программе И мы благодарим Министерство культуры Карачаева-Черкесии Министерство культуры России За поддержку Ну и последняя информация Более 8-10 работ посвятили дети И студенты Республики военнослужащим Принимающим участие В специальной военной операции Выставка, посвященная гуманитарной миссии России и военнослужащим Находящимся в зоне боевых действий Представлена на одной из центральных улиц Черкеска-Первомайской Единая Россия и молодая гвардия Организовали ее совместно Со школами, вузами и сузами Республиканской столицы Чтобы жители и гости города Смогли увидеть Сколько тепла, смысла и глубины Вложили школьники и студенты В свои творческие работы В поддержку наших военнослужащих Задействованных в миссии По защите интересов России На выставке были представлены Не только рисунки, но и детские поделки Ранее в рамках акции Защитникам Отечества Вместе с гуманитарным грузом Партийцы передавали для наших военных И мобилизованных письма Написанные студентами По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Завтра по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Местами небольшой дождь Ветер восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла В горах местами плюс 3,8 Утром местами на дорогах В горах гололедится В Черкеске без осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Столбик термометра поднимется До 11 градусов выше 0 На этом новостной блок завершен С ним знакомила Рита Нирова На правах рекламы Пираты захватили Кисловодск Захватывающее цирковое шоу С 29 октября в Кисловодском цирке 2,96,58 Спешите узнать тайну пирата Вы слушали радио России Карачаево-Черкесия До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok